Добрый день. Попробую в этом коротком ролике рассказать о наших конструкциях, моделях и так далее. Смотрите, начнем с летнего душа. Летний душ бывает вот этот 2,6. Бывает высотой 2,6, бывает 3 метра, то есть для высоких и пониже людей. Бывает с раздевалкой и без раздевалки. И разнообразные баки. Дальше хлебниц, корник. Он бывает 2 метра, 3 и 4 метра. Там вот 4 метров. Лавки с каймейки мы изготавливаем и под заказ и есть определенные стандартные размеры. Емкости. Емкости под воду, это под капельный полив, теплица и так далее. 300-500 литров, ну и кубовики. Сейчас дальше дойдем. Шпалера для подвязки малины и других вьющихся растений. Любой метраж, форма, также можем изготовить любые размеры. Качели. Качели очень мощные, надежные, капитальные. Идем дальше. По теплицам. Теплица бывает, смотрите, готической формы. Готическая форма, что это значит? Это как бы каплевидная форма, но с прямой стеной и с загибом в каплю, в конек. Это готическая форма, уральская вип, ширина. Также можем изготовить 2-2,5 метра. В стандартной она идет 3 метра. 4-5 метра делали, 6 метров. Дальше идем. Павильоны, прямые стены. Самое преимущество в том, что это 1,80 метра высота прямой стены. И в коньке 2,57 метра. То есть мы делаем мощные, высокие теплицы. Не всякие низкорослые, как говорится. Это старые у нас павильоны под раннюю высоту растения. Это павильон 2,5 метра. Ширин павильона бывает до 6 метров. Мы не изготавливаем до 6 метров шириной. Но под заказ готовим и 7,8 и так далее. Это на выставке стоит стандартно. Сейчас вам расскажу про стандартные теплицы, которые практически всегда есть на складе у нас. Это павильон 2 метра шириной. Также у него стандартная высота стен метр восемьдесят. Дальше идем. Ну, арочная форма всем знакома и будет. Ну-ка, сейчас дальше расскажу. Также пристенные иногда заказывают к забору, к домику и так далее. Где нету, самое главное, крыша, на которую падал снег. Обязательно не ставьте теплицы возле скатов крыши. На нее ничего не падает, потому что любая теплица, хоть, например, мы произвем капитальные теплицы, но они предназначены для выдерживания естественных нагрузок. То есть снеговых, которые сами падают, вот которые копятся, а не которые голыбой падают. Никакая конструкция вам этого не выдержит, естественно. Поэтому их надо ставить не под козырек, а, например, вдоль забора или делать снегозаезжатели на крыше. Это даже вот дальше идет. Есть еще у нас такая уральская люк, самая первая домиком. Высота метр восемьдесят и высота два с половиной. Чем у нее отличие от других теплиц? В том, что у нее сделан козырек вот такой вот, небольшой выступ на пять сантиметров. Ну и она более разборная теплица, более тяжелая. Каплевидная теплица. Капельки, да? То есть шириной два метра, два с половиной, три, четыре и пошло до восьми метров. Даже двенадцатиметровую мы монтировали капельку. Двенадцать метров шириной. Это у нас подставка под емкости кубовую для полива в огороде можно сделать сарай, раздевалку, душевую, хоть все что угодно, как ваш фантазия. Это хит-легенда. Она идет шириной два, два с половиной, три, четыре, пять, шесть и до бесконечности. Самый большой мы на данный момент делали это 10 метров шириной. Именно легенда. Вот такой домик. Шикарная получилась теплица, кто за нами следует. Это парник-теремок. Самый первый наш парник домиком. Ширина метр сорок, высота полтора метра. Промуги с двух сторон. Это капелька два метра. Вообще хит. Помню, большой участок. Кто не хочет, там сильно ковыряться. Две грядки абсолютно и высота. Я вам еще сейчас расскажу по секрету. Мы скоро будем делать новую капельку. Это будет наш. Идем дальше. Вот легенды тоже идут. Тут у нас зимняя, которую мы экспериментируем. Ну вот по арочным. Арочные бывают у нас в три вида. То есть арка основная. Это понятно. Арочная. Просто 3М 20 на 20. Фермер двойная дуга. Фермер ВИП двойная дуга на дуга. Наружная труба 20 на 40. И крепыш 20 на 40. Они бывают шириной 2, 1,5 метра, 2, 2,5 и до 12 метров шириной. Дальше. Дальше. Здесь вот стоит тоже домиком. Дачник спрятанный. Видите, но у него нагнуты стены полтора метра высотой. Дуже очень пользуются спросом. Дальше идем. Здесь у нас стоит мид-лайдер. Многим почему-то он нравится. Из-за того, что наверху у него форточка. 3 метра шириной. Бывает до 12 метров шириной. У нас емкости. Беседка, курилка. Да, еще ездят у нас тут. Стучат колесами. Ну, вот. Все вам практически рассказал. Какие формы бывают. В тексте еще пропишем про это. Все это вы можете приехать посмотреть на Климовскую 23. Климовскую 23. Вот это у нас самый хит. Показываем всегда всем и покупайте дешевый поликарбан. Покупайте вот такой качественный. Тут и тут. В одно время поставлю. Хопа. Хопа. Ну, это не смешно, конечно. Очень обидно. Для людей, которые покупают все это дешевые материалы. Низкого качества. Поэтому обращайтесь. Мы посоветуем. Даже если вы живете в другом городе, мы вам порекомендуем, какой поликарбан купить. Который прослужит вам минимум от 10 лет. Подписывайтесь на нас. Ставьте лайки. Палец кверху. Спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.